Что же такое духовное? Потому что под духовным сегодня я понимаю от какой-то музыки до всевозможных альтруистических действий. Поэтому какой человек называется духовным, прежде чем мы перейдем к программе? Духовным называется человек, который овладел выходом в систему управления нашего мира, которая, то есть система, которая управляет нашим миром. Высший мир он также называется, духовный мир. То есть та система, которая полностью влияет на нас, держит нас в своей сети. Мы можем эту систему раскрыть, но при определенных условиях. Если человек производит над собой определенные действия, приобретает определенные свойства, которые также называются духовными, он начинает ощущать эту систему высших сил, управляющих нашим миром. И тогда он называется в свою очередь тоже духовным человеком. То есть каббала, она только для этого и существует, чтобы раскрыть человеку систему управления нашим миром. Вот поэтому каббалист, когда он овладевает этой системой, ну, в той или иной степени, он уже называется духовным человеком. Духовная – это вся та область, которая занимается расстановкой высших сил, управляющих нашим миром. Немножко непонятно, находится где-то далеко, но это находится здесь с нами, просто мы не ощущаем. А каббала дает человеку возможность ощутить эти силы, эту систему управления. Причем настолько явно, настолько реально, что в общем человек не только ощущает это, он становится реализатором этой системы. То есть он может управлять нашим миром через эту систему. В той мере, в которой он становится духовным, он соединяется, сливается с этой системой сил, и он может поэтому включаться в управление нашим миром.